Путин готов на всё, лишь бы война продолжалась. Так работает его эгоцентрическая система мира, а он и не скрывает. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я всё-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Россия перешла на военные рельсы. Новые производства, специалисты, ресурсы, строительство, мобилизация. Нехватка кадров ощутима уже во всех сферах. Вторжение в Украину и мобилизация вырвали из трудовых отношений сотни тысяч физически крепких мужчин. Вместо участия в товарно-денежных отношениях они убивают и умирают. Но с другой стороны это рабочие места и, соответственно, занятые руки и мозги избирателей. И это не временные подработки. Это настоящий долгий процесс. Он предлагает готовиться к вечному состоянию войны. Войны, которая была до нас, будет при нас и с нами не закончится. В той картине, которую рисует Путин, война России с Украиной не существует как отдельное событие. Это лишь локальный эпизод из вечной войны. Россия могла бы стать страной прекрасного будущего. Но уже третий десяток лет она совершает отрицательные рывки и деградирует. Если вы не можете что-то сделать с происходящим, а в России никто не испытывает таких иллюзий, то да, к этому надо адаптироваться. И поэтому люди адаптируются. В общем, россияне очень хорошо имеют адаптироваться. Это такая наша культурная традиция. Граждане быстро начинают принимать происходящее за должное и живут счастливо. У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали. Что, а, вот рядовой человек, он будет, а, востребован страной и государством, и, б, от него зависит судьба страны. Давайте откроем матрешку и узнаем, почему Российская Федерация будет находиться в состоянии войны, пока жив кремлевский диктатор. На болотах война сегодня основная скрепа. Ни тюрьма, ни построение коммунизма, ни космос. Нет. Война. К ней все идет, она всех связывает, она всем все дает. Начиная с детства. В школах прям никуда от нее не деться. Войну приносят прям в класс. Типа, смотри и не отвертишься. Не думай, что тебя обойдет. Это вот твое будущее. В детских садиках учат патриотические песни. В школах собирают автомат Калашникова и слушают разговоры о важном. Родители на заводах делают ракеты. А старшие братья и отцы уже в окопах, как и деды. Кто вообще деды? Наши деды-победители. Чьи вы внуки? Мы внуки-победители. Что такое крест? Крест, третий-победители. Знай про бед, как грехом и смертью. Что такое страх? Когда нет любви. Что такое зависть? Когда нет любви. Что такое любовь? Это жертва. Психологи уверяют, что дети постарше могут противиться таким речевкам. А вот маленьким сложнее. Они верят, что взрослые им не врут. Я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты защищаешь нашу страну Россию. Она землещей, был бы ты. Но если главный командир позовет последний бой. Дядя Ола, мы с тобой. Сакрализация жертвы в России заставляет быстрее собирать автомат, сильнее ненавидеть и с нетерпением ждать повестки. Это гордость. Это нужно возрождать. Это, во-первых, взаимовыручка. Это сплоченность. Это ответственность. Почему мы должны ее бояться? А милиция, полиция, как говорится, военные институты? Нет, это только мы за. Учебники истории, переписанные в очередной раз и согласованные с Кадыровым, делают свое дело. Все просто и понятно. Сразу видно, кто свой, а кто врат. Украинцы равно евреи, равно мировое правительство. Бедельбергский клуб равно англосаксы, равно Зеленский. И Россия равно консервативные ценности, равно ислам, равно православие, равно ИГИЛ. Борются всеми силами с модернизацией мира и, соответственно, гомосексуализмом. Теперь в РФ можно и не учиться. И никто тебя не будет пугать свободной кассой. И бедностью. Бедность Путин отменил, как и ответственность за преступления. Теперь все дороги ведут в армию. Дороги в один конец. Путину невыгодно заканчивать войну. Ведь военные вернутся с фронта в своей части. Вернутся с убеждением, что их использовали и выбросили. Это будут люди, умеющие убивать и здорово обиженные на власть. В стране, по которой расползлась масса нелегального оружия. После военных зарплат им придется заново привыкать к обычному окладу в 20 тысяч рублей. Что их точно не обрадует. А их, между прочим, уже сейчас полтора миллиона. Полтора миллиона людей, которые составляют жесткую организацию. Слово, на которое у деда аллергия. Вернувшаяся с войны полуторамиллионная организация в тылу не нужна. Если ваш муж, брат, отец или сын не пропадет без вести, то вернется в гробу или инвалидом. Смиритесь. И примите это как факт. Но деньги принесет. Калину белую. Даже если они вернутся, эти солдаты, убийцы с ПТСР, то все равно они никак не впишутся в мирную жизнь. И за преступление снова придется отвечать. И сидеть, раз контракта с армией не будет. Сегодня на многих предприятиях строятся новые цеха, линии, участки. Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в оборонку рубль, мы получили максимальную отдачу. Военные заводы перешли на круглосуточный график работы. Нужно увеличивать средства поражения. Количество и мощь средств поражения. Продукцию для фронта стали выпускать и убыточные, непрофильные бизнесы. Даниловский комбинат снабжал хлебом местные магазины. По словам власти, предприятие не выдерживало конкуренции с большими сетями. Собственник предложил перепрофилировать предприятие и начать производить тару и упаковку для изделий оборонно-промышленного комплекса. Производство основных вооружений и боеприпасов выросло в разы. А высокоточных средств поражения в 8-10 раз. У нас развитие идет без всякого преувеличения, семимильными шагами. Все производство, естественно, контролируют друзья Путина. Компоненты для изготовления взрывчатки заводу имени Свердлова поставляет в частности нефтегазохимический гигант Сибур среди владельцев Геннадий Тимченко, еще один верный друг Путина с начала 90-х годов. Только за последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе создано более 520 тысяч новых рабочих мест. А это новые зарплаты, новые ипотеки, новые возможности. Работают целыми семьями. Если ты умный человек, то ты заботишься о том, что у тебя в кошельке. Все остальное – это дурачки. Никакого общего блага не существует. Никакого способности, никакого варианта улучшить страну не существует. Людям вокруг невозможно доверять. Каждый только сам за себя. Мир – это война всех против всех. Единственный способ установить порядок – это, чтобы был сильный царь. Сильный царь есть. Неудобно себя нахваливать. И война есть. Вы подпитываетесь от этого всегда. А если она закончится, то ничего этого не будет. Будут вопросы, на которые будет трудно найти ответы. Кто виноват и что делать? Вернутся 90-е с их развалом и нищетой, которыми так пугает Путин. Мы видим, что экономика переводится на военные рельсы. Мы видим идеологическую атаку на систему образования. Мы видим расширение армии с помощью самых разных средств. Но в целом страна готовится к большой и длительной войне. Сигареты в СССР были калибра 7,62. В случае необходимости сигаретная линия быстро переходила на производство патронов. Запустить военное производство сложно. Остановить – еще сложнее. Вход рубль, выход два. Они построили систему, при которой украинцы тотально контролируют жизнь России. При которой они виноваты в терактах, в болезнях. Вы знаете, да, там, лаборатория комары-убийцы. Все это понятно, да? В обстрелах России, хотя эти обстрелы начала Россия. Церковь же только цементирует это дело. Владимир Гундяев, он же патриарх Кирилл, объявляет войну с Украиной священной и благословляет на нее. И люди идут. Главная трагедия этой войны, помимо человеческих потерь, помимо жизней, это то, что между российским и украинским народом ни взаимопонимания, ни коммуникации, ни попыток взаимного оправдания не будет очень долго. Так как многие дороги для россиян сегодня закрыты, развивается внутренний туризм. Это самая северная точка европейской части России. Знаете, на пути я не встретил ни одного дерева. Просто бескрайняя тундра с заброшенными военными городками. Эти городки были заброшены еще в 95-м году при развале Советского Союза. Это военные городки, здесь находится штаб, здесь жили военные. Есть у меня любовь исследовать заброшки. Пройдя по старым комнатам и лестницам, я мысленно представляю, как здесь раньше жили люди. С началом так называемое СВО граждане РФ стали ходить в рестораны даже в регионах. Появились гробовые, фронтовые и прочие. Рестораны стали шириться, люди есть и есть хорошо. Так зачем возвращаться вплохо? Татаритаризм – это, в общем, самое уютное состояние. Ты чувствуешь себя в сильных руках. Можно вновь все переделать. Но это долгий, голодный, трудный путь. И Путин, конечно, этого не допустит. В крайнем случае, Эстония рядом. Путин может напасть на страны Балтии. Конечно, мы понимаем, что если мы посмотрим на последние 20 лет, и посмотрим еще раз на Грузию, на Крым в 2014 году, то мы видим, что, к сожалению, Путин не посмотрит на это, какая реальная ситуация. И у него решения больше эмоциональные. Сейчас бункерный дед пытается всех убедить, что не собирается нападать на страны НАТО. Это абсолютно исключено. Просто не надо быть никаким аналитиком. Это противоречит здравому смыслу. Встягиваться в какую-то глобальную войну. Но мы-то с вами помним, что на Украину кремлевский диктатор тоже вроде как нападать не планировал. Беда не в том, что Путин врет. Беда даже не в том, что Путин воюет. Беда в том, что Путин развратил 140 миллионов. А 140 миллионов развращенных, однозначные картины мира – это не та сила, которую можно перевоспитать обратно. Поэтому россияне нуждаются в том, чтобы война продолжалась. Потому что, когда она прекратится, их мир рухнет. В тот миг, когда замокнут пушки, для Украины все самое страшное будет позади. А для России все самое страшное будет впереди. Запущенные военные заводы при остановке выбросят вовне кучу недовольных безработных. Вновь появятся бедные, которые станут задаваться вопросами. Пропаганда настолько развита, что после снижения ее громкости образуется вакуум, который быстро заполнится разговорами о важном, но уже с другим вектором. Поэтому, пока Путин жив, он постарается всеми способами вести войну против всех. Продолжение следует...